Горы пакетов, бутылок и хлама. Трансформаторные подстанции города, увы, по традиции, выполняют функцию мусорки. Такие незаконные свалки с каждым годом становятся все больше и больше. К сожалению, к этим вот, так скажем, трансформаторным подстанциям отношения со стороны жителей, со стороны управляющих компаний, почему-то в последнее время связаны с таким образом, как будто это какие-то мусороотстойники. То есть, как правило, архитектурно они располагаются где-то в углу двора, где-то под подпорными стенами и так далее. И вот в эти вот небольшие закутки жители окрестных домов, управляющие компанией, вместо того, чтобы вывозить мусор, они сваливают это к подстанциям. Исправить ситуацию решили работники ФПС. Субботник провели в рамках санитарного двухмесячника во Владивостоке. Работа кипела вокруг самых загрязненных подстанций советского района. Сегодня на балансе ФПС находится 1200 подстанций, еще около 200 предприятий обслуживает дополнительно. Каждое неприметное здание выполняет важнейшую задачу – обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии в жилые дома и на предприятия города. Вовнутрь заходят люди, они производят очистку оборудования от грязи, от пыли, подтягивают контакты, освежают надписи, проверяют заземление. Для чего? Для того, чтобы у жителей было непрерывное электроснабжение. Если представить на минуту, что эти люди не зайдут внутрь подстанции, а будут убирать вокруг подстанции, подстанция внутри окажется необслуженная, и мы таким образом свою задачу не выполним. И тогда жители, потраченные за электроэнергию эти деньги, они будут потрачены на уборку мусора. 1 апреля во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник. В городе началось весеннее благоустройство, наведение чистоты и порядка. В субботу, 20 апреля, всех жителей Владивостока призывают принять участие в общегородском субботнике. Однако многие горожане, управляющие компании и сотрудники предприятий города не стали дожидаться назначенной даты и уже сегодня приводят свои территории в порядок. Двухмесячник чистоты продлится до 25 мая. Анна Бережная, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.